Даня, ну какие сейчас информационные войны? Только на высоком международном уровне. И на острие этой войны все-таки другие телеканалы. Вот я вспоминаю большой телевизионный проект на федеральном канале, где вы рассказывали о своей работе в Кремлевском поле с Владимиром Владимировичем Путиным. После этого читал большой опус известного телекритика в вашей любимой газете, вообще в любимой газете всего истеблишмента нашего и всех наших либералов. Ну, она, собственно, как бы есть одна радиостанция, один телеканал, одна газета. Это так вот называется. Вот в этой газете был большой очень обзор о вашей работе, где было сказано, что поскольку вы себя, вас, вернее, называют, коллеги, человеком Путина, то автор этого обзора вкладывал уничтожительный смысл в слово «человек», потому что человеком называли в Российской империи прислугу. Что, так сказать, вот Колесников себя позиционирует как прислугу Путина. Я себя, ну, конечно, так не позиционирую. Когда вы сказали коллеги, наверное, вы имели в виду коллег с одного из телеканалов, на котором вышел фильм с моим участием, который назывался «Человек Путина», я был категорически против, там было еще более ужасно. Да, потому что оно, конечно, ко мне не имеет отношения, потому что я человек коммерсанта, какой я человек Путина. Они считают, что если нет слов в названии слова «Путин», то рейтинги автоматически и доля, и то же самое считает издательство «Эксмова». Понимаете? Вот ничего с этим не поделать. А книжка не будет продаваться ведь, если нет слова «Путин». Они абсолютно убеждены в этом, потому что за ними история этих продаж, других, таких же книжек, похожих, по крайней мере. У меня, вы думаете, было это вот «Путин»? Я только точку поставил. Нет, конечно, потом уже. У меня был «Прораб на галерах». Вот это название для книжки, да. А следующая «Стерк всякой меры» было придумано название. Но перед этим что будет стоять? Путин будет, конечно. То есть просто вот такого портрета недостаточно? Да, да, надо. Ну, вы знаете, это все правильно, потому что я помню свою беседу с главой ФЦОМ, с Гудковым. Он сказал, что самое печальное, что в его работе вообще, вот из-за чего он горюет и не спит ночами, это из-за того, что рейтинги показывают популярность Путина за 80%. Вот это ему больно все время. А почему ему больно-то? Ну, не знаю, это уже... Причем? Это уже вопрос. Или он участвует? Вопрос к нему. Нет, он руководит как бы социологической службой. Поэтому если опросы показывают, что есть интерес к персоне, то почему не... У нас же бизнес-модель вообще всего, в том числе и издательской деятельности. Ему больно от того, что маленький или большой зритель? Нет, ему неприятно, что так много людей... А, много все-таки, да? Да, ну что, это еще не предел. А что будет в марте следующего года? Это еще экспериментальным путем. Кто-то не знает, что нужно.